Вокруг света Украина Всем привет! Если вы нас смотрите, значит вам интересна тема путешествий, и как минимум половина из вас точно были в горах. Сегодня Вокруг света Украина пригласил Ирину Богомолову, гида и автора проекта Alp Travel. И мы хотим расспросить, что такое трекинг налегке, и что этот формат предлагает для путешественников нового. И прежде чем мы перейдем к самому главному, я хочу спросить, как вы пришли к этой теме, и как давно вы занимаетесь альпинизмом походами? Ну, наверное, если начинать рассказывать о себе, то можно начать с того, что в горы я хожу уже около 25 лет. В общем-то, горы я очень люблю, и это то место, где я действительно отдыхаю, по-настоящему отдыхаю. Вот, поэтому сначала это был альпинизм и скалолазание. У меня первый разряд советского порта по скалолазанию, спортивному скалолазанию. Потом я стала ходить в походы. Это Крым, Кавказ. Вот, это тоже невероятно интересно, но не так опасно, скажем так. Когда мы с друзьями первый раз поехали в Европу, в горы Европы, мы были приятно удивлены тем, что на маршруте встречаются вполне цивилизованные оборудованные хижины, куда можно зайти, перекусить, спрятаться от дождя, погреться, выпить чай, кофе, супчика горячего. В общем-то, это очень приятно, это невероятно приятно, и это как-то все меняет в походе, совершенно все меняет. Вот, и еще тогда пришла мысль, что вот хорошо бы сделать вот такой трекинг, а это называется именно трекинг, с ночевками в горных хижинах, когда можно не тащить с собой вот весь тот набор, который там укладывается в 15-20 килограмм рюкзака, а пройти ночей в горных хижинах, кушая там и, скажем, ограничиться тогда весом рюкзака вот в 7 килограмм. Вот, собственно, это и есть трекинги налегке с таким рюкзаком. Мне кажется, что вот как бы слово налегке здесь ключевое, потому что оно вот объясняет именно суть этой всей идеи. А как случилось так, что вы стали гидом? С чего все началось? Ну, гидом я стала далеко не сразу. В общем-то, скажем, основная идея – то, что я очень люблю горы. И мне вообще хотелось бы, чтобы как можно больше людей как-то почувствовали, поняли, побывали, осознали этот феномен. Потому что, ну, я считаю, что это феномен, совершенный феномен. Дело в том, что когда ходишь в горы, то ты получаешь отдых от всего. Вот действительно от всего. От проблем, от дурных мыслей, от всего, что наполняет нашу жизнь беспокойством. Когда идешь по тропе, ни о чем не думаешь, совершенно ни о чем не думаешь. И получается, что вот как бы все гениальное просто. Просто шагая по тропинке, ты получаешь вообще невероятный заряд энергии. Вот знаете, как бы, я вот, мне нравятся сравнения. Где-то я прочитала, что Паганини говорил про гитару, что все музыкальные инструменты нарушают тишину, а гитара создает ее. Вот, также хочется сказать про горы, что вот вся наша действительность пытается вывести нас из равновесия. А вот горы как раз создают это равновесие. Вот, ну, как бы... И когда был ваш первый организованный тур? Вот когда вас уже попросили заняться организацией, и вы были лидером поездки и вели за собой группу? Вы знаете, поначалу я ходила в горы с друзьями. Причем вот много лет назад, лет семь назад, это был первый организованный такой трекинг по хижинам, трекинг на легке, и он был с друзьями. То есть накануне лета был спланирован маршрут, и мы летом пошли в такой трекинг. Вот, ну, дело в том, что как бы все в жизни меняется, да. И вот четыре года назад я вот первый раз решила летом сводить группу, это Блокивская группа, сводить группу в Альпах. В общем-то, это был мой первый опыт гидом, и он продолжается до сих пор. Расскажите подробнее, что такое формат на легке. Вы уже упомянули, что это рюкзак 7 килограмм, что не может не радовать. Но бытует мнение на самом деле, что поход, особенно в горы, это достаточно тяжело и где-то, может быть, даже скучно. А как на самом деле все происходит? Вы знаете, действительно, вот если говорить про традиционный поход или про альпинистское восхождение, это действительно тяжело. Это экстремальные физические нагрузки, это все так и есть. Вот как бы у меня есть опыт, чтобы так говорить. Вот, но даже любому непосвященному, как бы слушателю или там участнику, да, в общем-то, все равно у любого человека есть представление, что это такое вообще, вот там туризм, да, альпинизм, да. Как правило, вот оттуда и бытует мнение, что это очень тяжело, потому что это что? Это тяжелый килограмм, 15-20 килограмм. Понятно, что это экстремальный. Агромный рюкзак, да. Да, это экстремальные физические, это и есть экстремальные физические нагрузки, это понятно. Потом, ну, суровые условия, ну, как минимум бытовые, потому что, ну, элементарных бытовых условий их же нет. Ты их сам себе создаешь, ты их с собой, грубо говоря, несешь. Вот эти условия. Ну, и, конечно, опасность. Особенно альпинизм – это опасное мероприятие, однозначно. То есть там без, как бы, риска никуда. Он присутствует. Понятно, что он может быть разумный или не очень, но он присутствует всегда. Поэтому вот этот набор всяких, ну, как бы, пониманий, понятно, что он создает у человека в голове представление, что, ну, туризм – это тяжело, трекинг вроде как, ну, по смыслу подходит, да, под туризм. Но, но дело в том, что, как бы, вот знаете, как говорят французы? Французы говорят, горы для всех и должны оставаться для всех. Так вот, трекинги налегки, вот те самые, про которые я говорю, это как раз вот для всех. А почему? Потому что здесь получается одно совершенно невероятное преимущество. Это легкий рюкзак. 7 килограмм, до 7 килограмм, скажем так. И это решает все. То есть если у вас тяжелый 15-20 килограмм рюкзак, вы вынуждены иметь определенную физическую форму, определенный моральный настрой, психологический настрой, да, вот этот вес, он решает все, он дает фору большую. И он, и получается, только из-за веса это становится доступным очень широкой аудитории. Очень. Вот. Ну, скажем, трекинговый маршрут ведь разрабатывается таким образом, чтобы все ночевки, абсолютно все, мы проходили в подготовленных хижинах для этого. Вот. Но это позволяет брать только с собой самый необходимый набор вещей. Вот. И фотоаппарат, кто любит, да. Вот. Ну, сейчас можно обойтись без фотоаппарата. Можно по телефону. А как насчет бытовых условий в этих хижинах? Если ты не несешь с собой все, что тебе необходимо, с расчетом, что ты будешь где-то ночевать в оборудованном уже месте, то есть ли там возможность покушать, принять душ, запостить фотографии те же где-нибудь в соцсетях? Какие там условия? Ну, знаете, вот пусть слово хижина не вводит вас в заблуждение, потому что на самом деле это, ну, как бы, это не хижина холубки, да. На двоих ножках. Да. Это горное шале, мини-гостиницы с комнатами примерно в среднем где-то на 4-10 человек, может быть и больше, в зависимости от удаленности, ну, или вообще от хижины, от места. Вот. В целом, ну, в целом, путешественникам предоставляются совершенно цивилизованные условия. То есть это горячий душ, это вполне цивилизованный туалет, это горячая пища, это десерт, пиво, вино для желающих. Прекрасно. Да. Вот. То есть есть всегда некое общее помещение, да, скажем, это, назовем там, гостиная, столовая, как угодно. Общее помещение, где к вечеру собирается колоссальное количество народу. Вот все, кто идут по маршруту, ну, все, не все, кто идут по маршруту. Вот. И это люди вообще со всех уголков мира. Можно услышать совершенно любую речь. То есть если раньше китайской не было, то сейчас есть уже и китайская речь. Вот. И как бы... Знакомятся, делятся впечатлениями. Кто сколько прошел за день. Да, за ужином царит совершенно невероятная атмосфера. То есть большинство там говорит как-то на английском, французском. И, в общем-то, совершенно раскованная атмосфера, она невероятная. Она настолько энергетична и невероятна. Она так обогащает, на мой взгляд, потому что, ну, как бы, ну, вот, скажем, поход – это немножечко мероприятие, которое, ну, когда люди в компании варятся немножко внутри, да, вот, группы. Здесь такого нет абсолютно. Это путешествие совершенно в другой мир. Ну, вас послушать можно, прийти к выводу, что это достаточно комфортное и такое веселое мероприятие. А нужно ли людям, которые, возможно, захотят пойти с вами в поход, какая-то физическая подготовка? Насколько это легко? Или это так звучит легко, а на самом деле нужно готовиться? Нет, никакая специальная подготовка не нужна. Это точно. Вот, ну, понятно, что, скажем, человеку, который, ну, скажем, любит и только проводит свой отдых на диване, это будет однозначно тяжело. Однозначно. Вот, наверное, если вдруг у него возникнет желание пойти в такой трекинг, ему нужно пошевелиться, начиная с весны. Я обычно советую, как бы, людям, вот, с теплым периодом, ну, трекинги в основном проходят летний период, поэтому вот, когда наступает весна, когда тепло, как минимум воскресенье, да, можно себе в субботу, в выходные выделить время больше ходить. Например, ходить за грибами, гулять. Если нравится, ездить на велосипеде. Если кто-то уже любит бегать, плавать, играть в админтон, ну, все что угодно. Вот, потому что, на самом деле, вот, как бы, просто движение, оно немножко настраивает на то, что будет, ну, как бы, будет, ну, пешеход, это же мероприятие пешеходное, в горах ходишь все время вверх-вниз. Ну, нагрузка посильная. А сколько примерно вы проходите в день? Вы знаете, вообще показатель километража для гор, ну, непоказательный. Вот, потому что, ну, если сказать 10-12 километров, да, то это никого не впечатлит. В общем-то, как правило, ну, скажем, моя задача и мой опыт приходит в помощь именно тогда, когда нужно планировать переходы по перепаду высот. Вот, то есть день, чтобы был перепад высот, который посилен участникам группы. Часто приходится маршруты перепланировать под группу. Вот, ну, это уже моя задача. А есть у вас какие-то возрастные ограничения? Допустим, младше 18-ти или старше 50-ти вы не берете в группу? Или таких ограничений нет? Ну, вот вы знаете, вот этим летом у нас была группа, участники, которые были от 15 до 60 лет. Да, конечно, скажем, людям, ну, как несовершеннолетние могут попасть в такой трекинг только с родителями. Вот, людям старшего возраста нужно, конечно, совершенно четко ответственно представлять, есть ли у них какие-то противопоказания. Да, это здоровье. Да, конечно, потому что, скажем, бывают совершенно четкие противопоказания, и, конечно, с противопоказаниями трекинг. Ну, как правило, мы это решаем в беседе с людьми, которые проявляют желание, да, пойти туда. Да, заранее, конечно, это все делается заранее, да. Ну, вот, как это выглядит в Европе на самом деле? Вот, в Европе на тропе можно встретить, ну, скажем, людей в возрасте вот от 10 лет, с родителями, конечно. Вот, у них, у таких детей, конечно, ну, я не знаю, там, совершенно легкий рюкзак, может быть, большую часть там за них несут родители, немножко потяжелее. Вот, и до, ну, скажем, пенсионеров. Я даже затрудняюсь сказать, какого возраста люди встречаются, но, в общем-то, их седые головы вызывают заслуженное уважение, причем вот у всех, не только у нас. Вот, ну, так, судя по всему, вот у всех это вызывает уважение, вот, ну, заслуженное, да. А как проходит сам трекинг? Вот вы идете несколько дней, там, неделю, 10 дней, допустим, все идут молча, каждый думая о своем, или вы чем-то развлекаете туристов? Ну, да. Историями, анекдотами, я не знаю, это же вы 24 часа в сутки, получается, проводите вместе вся группа? Ну, относительно вместе, да. Из-за того, что есть хижины, конечно, ну, скажем, если по порядку говорить, да, вот, ну, можно себе представить, что мы же не ограничена, наша группа не ограничена размерами какого-то помещения, да, группа не ограничена размерами автобуса, правильно? То есть, на самом деле, по тропе, в общем-то, люди выбирают себе комфортный формат, в котором они и нравятся, вот, как бы, путешествовать, идти. То есть, вы не обязаны гуськом по парам? Вы знаете, ходят по-разному. На самом деле, вот, как ни странно, в Европе, как правило, ну, почти с троем почему-то ходят такие группы, но я хочу сказать, что просто я сама не люблю ходить с троем, вот, и как бы, как-то видно, так получается, что вот и мы в группе с троем не ходим. Кто-то идет фотографирует, кто-то погружен в свои мысли, он как бы, как-то что-то идет в своих мыслях, да, кто-то, допустим, что-то интересно спрашивает о чем-то меня, вот, кто-то обсуждает с другим что-то, в общем-то, скажем, формат может быть самое разное движение по тропе. Конечно, рассказывать по тропе так всем не получается, ну, чаще всего на привалах, в автобусе, за ужином, за завтраком, то есть какие-то общие вопросы, вот, чаще всего я стараюсь так рассказывать, чтобы все слышали, вот. Ну, конечно, места, в которые мы бываем, это, ну, со всех сторон очень интересные места. Они интересны исторически, они интересны географически, это вершина, это горные цепи, это ледники, то есть это, ну, как, это горы, как я называю, это на самом деле топовые места, то есть вот трекинг вокруг Монблана, это совершенно топовое место, то есть как бы в советские времена любому альпинисту, если бы кто-то предложил поехать куда-то под Монблан хотя бы посмотреть, ну, это, я вас уверяю, это, я не знаю, кто вообще туда ездил, наверное, никто никогда и не видел это в советские времена, но я сравниваю, потому что я в то время занималась альпинизмом, поэтому я сравниваю с ними. Да, да, вот. Но горы любые, это всегда, всегда, это история их покорения, вот, и это всегда очень интересно, потому что это всегда неоднозначно, это сопровождается какими-то событиями, часто трагическими, часто просто невероятными, это всегда личности, причем личности, которые, ну, просто хочется следовать их примеру, там, ну, не примеру восхождения, гора восхождения, а твердости духа, последовательности какой-то вот, то есть это, ну, это все, это горы, это не трудно, это потрясающе, это невероятно интересно, причем со всех сторон. И вы знаете, не нужно забывать, что на самом-то деле горы – это вершины, да, это ледники, это какие-то зверушки, это цветы, невероятное количество цветов, ведь что такое альпийский лук? Много из нас людей видели настоящий альпийский лук. Это запахи, это звуки, это птички, это какие-то зверушки, то есть, и это все, это то, чего мы лишены вот в нашей цивилизованной жизни, начисто лишены, ну, городской, как бы, жизни, поэтому, в общем-то, и еще есть один момент, вот, гор. Это, конечно, касается Европы. Вот ту мысль, которую я говорила, да, французы так говорят, что горы для всех, да, вот, она очень глубокая, потому что она показывает, именно вот, отражает, может быть, даже, вот эту ежедневную демократичную культуру европейскую. Вот, у меня был такой случай в горах, когда я шла по тропе, и, ну, как бы, я шла немножко быстрее, впереди какой-то совершенно незаметный человек встретился, вот, он, как бы, с лукой отошел в сторону, пропустил меня вперед, ну, просто потому что я шла быстрее, это нормальная этика в горах, как бы, да, вот, ну, мы спустились с группой вниз, вот, ну, в какой-то момент он тоже спустился вниз, подошел на парковку, сел в феррари, уехал, вот, то есть, понимаете, вот, вот это вот горы для всех, вот, просто с хирург, да, просто вот в этих хижинах, вот, останавливаются на самом деле все, просто все, ну, и бедные, и богатые, и очень богатые, вот, и это нормально, вот это вот та самая ежедневная, демократичная европейская культура. Хорошо, раз уж мы заговорили о вершинах Монблане, расскажите подробнее, куда именно вы ходите, куда водите группы, и сколько в среднем длится трекинг? Ну, сейчас география наших трекингов, это 8 маршрутов, уже готовых маршрутов, по которым ходят группы, это Альпы. Альпы, это значит Франция, Италия, Австрия, и Швейцария. Да, может быть Словения или Словакия, вот, ну, в основном это Альпы. На подходе, сейчас на подходе, вот трекинг, даже не трекинг, а, скажем, такое мультимероприятие, которое будет включать и трекинг, и море, и какие-то интересные городочки побережья в Турции. Вот, потом, следующим у нас будет трекинг по островам, Средиземноморья, тоже немножечко культурные программы, там будет и купание в море. Вот, еще один хотим пройти трекинг в Швейцарии, в Швейцарии очень красивая страна, вот, ну и национальные парки Америки. Да, вот, конечно, в среднем сейчас трекинг длится 7-10 дней, 7-10 дней, вот, ну, так получается, что вроде бы, как бы, большинство людей соглашаются с этими сроками, им подходит, вот, но на самом деле, мы открыты к переговорам, и любая группа, или там, ядро группы, которая возникает, и которая предлагает, или изъявляет желание куда-то сходить, в другом формате, или, скажем, это в каком-то расширенном, допустим, две недели, то есть, мы разрабатываем любые маршруты, и как бы, это все возможно. Корректировать. Да, можно корректировать, конечно, да. Отлично. И вопрос, наверное, который интересует всех, без исключения путешественников, сколько это стоит? Потому что Швейцария, Австрия, это не дешевые страны. Ну, да. Понятно, что Европа, это дороже, чем Украина, конечно же. Но, значит, в среднем, для среднего недельного трекинга, в зависимости от того, что включено, это от 500 до 700 евро. Ну, зависит, что там включено, разные бывают варианты. Чтобы поместиться в эту сумму, наверное, вы заранее покупаете билеты, бронируете эти шале. Если они настолько популярны, то нужно бронировать, я даже не знаю, за сколько месяцев. Ну, да, все правильно, да, конечно, так и есть. Дело в том, что, скажем, европейцы, в общем-то, они все делают заранее. Вот. И, в общем-то, в данной ситуации, мы вынуждены как бы подстраиваться. То есть, как бы, трекинг проходит летом. Места, на самом деле, очень популярны и в самой Европе, очень популярны. И они все это дело планируют заранее. Поэтому уже в декабре, в январе у нас уже готова программа, и мы начинаем собирать группы. Более того, на самом деле, те люди, которые вот ходят с нами периодически, они всегда говорят о том, что, допустим, на следующий год мы хотим пойти, и у нас уже по окончании сезона есть некоторое количество человек на следующий сезон для того, чтобы, ну, как бы, планировать что-то. За год. Ну, да, в общем-то, если людям, есть просто люди, которым это очень нравится, они, как бы, понимают, что для них это важно так отдохнуть, для того, чтобы набраться сил на следующий сезон. Поэтому так происходит, да. Ну, и, собственно, неделя. У нас же в году отпуск больше, чем неделя. То есть, тут можно выделить неделю, ну, еще с хвостиком, с каким-то, все равно же время остается для какого-то другого отдыха, если, как бы, есть желание. Я думаю, что мы плюс-минус уже такие главные ориентиры поставили, определились, но все-таки для тех, кто, возможно, еще сомневается, стоит, не стоит, смогу, не смогу. Вот главный посыл или совет, который вы можете дать путешественникам по поводу такого трекинга налегке? Ну, вы знаете, если не говорить банально, типа, давайте ходить в горы, мне кажется, что глобально для людей очень важно наличие какой-то жизненной энергии внутри. В общем-то, мудрые говорят, что другого способа, иначе, как вот ее каким-то образом генерировать внутри, не существует. вот, и в этом есть некое искусство жизни, именно искусство, в общем-то, генерировать жизненную энергию внутри, экономить ее, сохранять. Вот. А что такое жизненная энергия, если задуматься? А жизненная энергия, это, наверное, какая-то совокупность нашей физической энергии и психической энергии. Вот. Поэтому, вот, кстати, европейцы, вот интересно подходят к этим вещам. Для них источник жизненной энергии это однозначно впечатление, ну, наверное, не только для них, понятно, но вот у них это явно проявляется. Это впечатление, какие-то эмоциональные впечатления, для них это очень важно. То есть, не материальное, а больше эмоциональное. Ну, наверное, без материального тоже в этой жизни никуда не денешься, но если, как бы, вот, какие-то этапы есть в жизни, да, у человека, и он может, должен выбирать, многие люди выбирают в пользу эмоциональных впечатлений. Очень многие люди. Вот. И получается, что на самом деле, вот, как бы, выбирая эмоциональные, ну, как бы, выбирая впечатления, они выбирают эмоциональный позитив. Вы знаете, горы, вот, вообще ходить в горы, да, это мероприятие, которое ничем не уступает, вот, любым соблазнам этого мира. Ничем. Вот, нужно только попробовать. Дело в том, что они позволяют накапливать вот эту вот и физическую энергию, и эмоциональную или психическую энергию, которая составляет, собственно, нашу жизненную энергию. Вот, неоднократно слушаю от, в общем-то, участников наших, что, когда приходят люди домой, переезжают, они начинают берутся за какие-то проекты, которые, ну, как бы, не решались или как-то, и на все хватает сил. И вот, собственно, и моя жизнь, почему, наверное, я люблю горы, потому что это обновление, обновление полное. Вот, ну, и вот, как бы, еще такой момент, который свойственен, наверное, когда возвращаешься домой, это вот такое наличие определенного послевкусия. Послевкусия, когда ты понимаешь, что ты получил некое наслаждение от этой жизни. Вот, знаете, как Жванецкий говорит, некоторые там считают, что мы живем в лучших из миров, а другие боятся, что так оно и есть. Вот, ну, вот, как бы, на самом деле, вот, сколько раз человек вот себе может сказать, что вот он живет в лучших из миров. Вот, сколько раз? Ну, наверное, ну, наверное, очень редко, да? Вот, в горах это приходит ощущение, что мы живем в лучших из миров. вот, поэтому, как бы, ну, что я могу сказать? Присоединяйтесь. Я приглашаю всех присоединиться, попробовать это, потому что жизнь одна. В общем-то, присоединяйтесь и будьте счастливы. Спасибо вам большое за это интервью. Надеюсь, что мы ответили на большинство вопросов. И если у вас еще остались какие-то вопросы к Ирине, пожалуйста, задавайте их в комментариях и ждите нашего следующего интервью, совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok